Здравствуйте, это программа Спросим Прямо. Меня зовут Булац Деньшеев. И сегодня мы будем говорить о рекламе, вернее о том, как правильно подавать свой товар или услугу. Сегодня у нас в гостях начальник отдела наружной рекламы Комитета по архитектуре, градостроительству и землеустройству администрации города Улан-Дэ Батуев Александр Валерьевич. Здравствуйте, Александр Валерьевич. Ну, вот для начала нашего разговора я бы хотел показать один видеоматериал, подготовленный нашими коллегами из международной программы «Середина земли» телекомпании «Альтес». Это город Чита. Вот как борются у них там с незаконной рекламой, давайте его посмотрим и потом продолжим нашу беседу. Знали бы авторы мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», что спустя десятилетия их креатив в названии лодки, написанном латиницей, будут использовать направо и налево в рекламных баннерах. А это нарушение законодательства. Такой подход может быть находкой менеджера по рекламе, может быть его халатностью, однако итог один. Вывески в Чите все чаще стали самым наглым образом пестрить ошибками. И не обязательно орфографическими. Бывают и опечатки, нарушения в логике, неудачные образы или временные неполадки, к примеру, слетели буквы. Федеральный закон о государственном языке требует рекламу писать литературным языком. Ошибки в рекламе, они негативно действуют на воспитание молодого поколения, потому что искажается смысл слов. Люди думают, что так и нужно писать. В управление потребительского рынка в месяц поступают десятки жалоб очетинцев. Кого-то смущает, к примеру, реклама фастфуда или японской кухни. Кого-то явная ошибка вывески. Шары-то у нас гелиевые, а не гелевые. Впрочем, предприниматель после замечания вот таким кардинальным образом уничтожил злостную ошибку. Не правы и те, кто в погоне за оригинальностью и вывесках используют ту самую латиницу, как здесь или здесь. Есть в Чите и такие уникальные случаи, к примеру, вывеска к магазину «Лабиринт». Вроде с первого взгляда все правильно – «Лабиринт». Но если присмотреться выше, то можно увидеть надпись «Торговый центр». По словам специалистов, это тоже нарушение закона. Но не может маленький магазин в полуподвальном помещении называть себя торговым центром. С неграмотностью наружной рекламы может бороться каждый. Об ошибках можно заявлять в управлении потребительского рынка. Там, в свою очередь, при подтверждении нарушения законодательства, обращения граждан отправляют в прокуратуру и УФАС. Несостоявшихся креативщиков за неисполнение предписания могут наказать. Административный штраф колеблется от 2 до 5 тысяч рублей. Александр Валерьевич, наши коллеги сделали акцент на правильном написании и на особом креативе некоторых менеджеров по рекламе. Допустим, если «жираф», то пишется через «ы», грубо говоря. Как у нас в Улан-Удай обстоят с этим дела? У нас, безусловно, менеджеры рекламных агентств – креативные люди. Но на моей памяти такого не встречалось, чтобы нечто подобное было, «жираф» через букву «ы». Есть моменты, когда переворачивают буквы в словах, используют латиницу при написании, английский язык и так далее. Хотя государственным языком у нас считается бурятский и русский язык. Ну вот в вашей прерогативе что в первую очередь? Вы по названиям как-то отслеживаете или вы занимаетесь нечто другим? Мы занимаемся мониторингом и отслеживанием мест тем, чтобы рекламные агентства и рекламораспространители размещали рекламу в установленных местах. Эти места устанавливает орган местного управления, то есть в лице администрации города выступает комитет по архитектуре. Мы определяем места. У нас утверждена схема размещения рекламных конструкций на территории города Улан-Удэ. И вот мы отслеживаем законность установки рекламных конструкций. Каждый день мы производим объезд, мониторинг территории города, выявляем незаконную рекламу как отдельно стоящую, так и на фасадах зданий. Выдаем предписания, осуществляем демонтажи. Нарушений много? Очень много статистика. За первые 5 месяцев текущего года комитетам было выдано порядка 50 предписаний об устранении нарушений. Порядка 37-40 конструкций различного формата было демонтировано силами отдела. И порядка 390 баннеров различного формата было демонтировано с магистрали города Улан-Удэ. То есть это заборы, ограждения и так далее. Вы слышали последнюю информацию в Госдуме. Один из депутатов предложил запретить рекламу нижнего белья на огромных баннерах. Ибо это отвлекает водителей. Скажем так, существует ГОСТ 52044-2003, который регламентирует размещение наружной рекламы вдоль автомобильных дорог на территории любого городского округа или поселения. Там четко прописаны нормы и правила размещения рекламных конструкций. Это, грубо говоря, 5 метров от бордюрного камня, то есть от края дороги. Это 60 метров от дорожного знака, от пешеходного перехода, от светофора и так далее. То есть тем самым уже есть некие ограничения по размещению наружной рекламы. А если нормы и ГОСТы соблюдены при установке рекламных конструкций, ну это, скажем так, уже вина водителей, что они отвлекаются вместо того, чтобы заниматься слежением за дорогой, за дорожной ситуацией. Ну вот то, что касаемо незаконной рекламы, это прежде всего, наверное, расклик объявлений, да? Да, вы как видите, как житель города, очень много у нас занимаются люди распространением дров, мини-гостиницы, там, квартиры на сутки и так далее, и так далее. Люди, ну, небережно относятся, во-первых, к чужому имуществу, да, им, я не знаю, видно, безразличен образ и облик нашего города, когда они начинают, идут сплошняком, оклеивают все опоры освещения мачты городские, да, все заборы всевозможные, да, это не есть правильно. Входные двери подъезда. Да, с этим мы и боремся, как бы мы устраняем, выдаем предписания, составляем протоколы, данные номера ставим на автоматический дозвон, который у нас осуществляет по договоренности один из колл-центров на территории города Улан-Удэ, то есть, ну, работа ведется в данном направлении, очень сложно, люди не понимают, и все гонятся за какой-то минутной выгодой, да, а в целом, какое мнение и облик у города, ну, людям именно безразлично. Этим дело второстепенное. Ну, вот у меня лично на входной двери в подъезде, ну, вот просто она у меня заклеена вдоль и поперек, то есть, у меня представители управляющей компании, они, ну, действительно замучились уже каждый раз отдирать слой бумаги от двери, дверь просто пришла в негодное состояние, каждый раз ее подкрашивать, тоже это деньги. Ну, Булат, это, скажем так, такая повседневная, текущая, малозаметная работа и борьба управляющих компаний, районных администраций города Улан-Удэ, нашего комитета, то есть, грубо говоря, идет рейд, мы проезжаем по городу, по магистралям, весь этот хлам, мусор сгребаем, срываем, увозим, и не проходит и часа, как следом за нами, тут же проходят эти расклещики, которых нанимает недобросовестная реклама распространителей, и тут же заклеивают те же самые места. Ну, в вашей ситуации у вас управляющая компания наделена полномочиями от собственников, они, естественно, должны следить за имуществом собственников многоквартирного жилья. Нет, ну, это само собой, да, естественно. Что они и делают, но очень тяжело происходит это. Ну, вот я просто-напросто один раз не поленился, сорвал это объявление, позвонил по номеру телефона, сказал, говорю, ну, ребят, ну, так не делается, да, зачем ваши сотрудники вот расклеивают объявление в неположенном месте. Ответ был потрясающий. Где хотим, там и клеим. Ну, это не совсем правильно. Я говорю, у нас на сегодня утверждена схема размещения рекламных конструкций. Если вы хотите размещать свою рекламу, пожалуйста, либо давайте будем вносить изменения дополнения в данную схему, тем самым установив дополнительные конструкции на территории города Улан-Удэ, либо размещайтесь на существующих конструкциях. А так вот, где хотим, там и клеим, это неправильно. Есть закон Республики Бурятия об административной ответственности, да, и там есть статья, которая предусматривает наказание за подобное размещение, где хотим, да. После составления протокола данное лицо приглашается на административную комиссию в зависимости от того района, где было установлено данное правонарушение, административная комиссия выносит, как бы, ну, уже свой вердикт. Штрафные санкции на физическое лицо составляют от 3 до 5 тысяч, на должностное лицо от 5 до 50 тысяч, и на юридическое лицо от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. То есть вот так вот. Ну, в принципе, суммы достаточно немаленькие такие, скажем, да, но, видимо, людей это все-таки не останавливает нисколько. Ну, все думают на наше типичное русское овощи, что пронесет меня, никто ее не заметит, как бы. Ну, зря они так думают, работу мы в данном направлении совместно с районными администрациями, совместно с Комитетом городского хозяйства ведем. То есть, можно сказать, большой брат следит за вами, да? Обязательно. Никуда не ускользнете. От нашего ока никуда не денутся. Это прекрасно, это хорошо. Ну, вот говоря о том, что вот незаконная реклама, да, но, может быть, люди все-таки по аналогии, да, говорят, что вот где хочу, там и клею, может быть, все-таки понимают, что мест для официальной, для регламентируемой рекламы не так много, и, может быть, это стоит дорого? Ну, я бы не сказал, что это стоит дорого, да. Те, кто профессионально, скажем так, занимается размещением наружной рекламы, да, на сегодня, ну, вот, прайс размещения на щите 6 на 3, ну, колеблется где-то от 8-ти до 20 тысяч рублей в месяц, в зависимости от месторасположения данной рекламной конструкции. Ну, я не считаю, что там 8-15 тысяч заплатить в месяц, и все будут видеть, что ты там продаешь уголь или возишь дрова, или еще оказываешь какие-то услуги населению. Ну, я не считаю это дорого. Просто люди же гонятся за извлечением максимального количества прибыли, да. Проще распечатать листовки на 4 или на 1 формате и заклеить все мачты городского освещения. А как реагируют жители нашей столицы и гости, приезжающие сюда, им без разницы, это неправильно. Это культура, надо воспитывать и прививать к культуру. И где-то, может быть, отчасти это наша недоработка, да, то есть мы мало, скажем так, информируем людей, да, мало показываем и освещаем нашу работу. Ну, я думаю, мы здесь делаем упор. Ну, наверное, активно все-таки работа ведется в центре столицы, где исторический центр города, да, вот Костинные ряды, Площадь Советов. Поскольку, скажем, это лицо города все-таки. Я бы так не сказал. У нас активно работа ведется по всем направлениям, в каждом районе города, да. Есть свои какие-то центры в Советском, Октябрьском, Железнодорожном районе, да. Ну, мы по мере возможности пытаемся охватить все магистрали города Улан-Удэ. То есть я согласен, что где-то, может быть, там во дворах, внутри квартальных территориях где-то мы, может, не дорабатываем, но магистрали мы стараемся отслеживать. Ну, вот пару незаконных объявлений я видел даже на театральной площади, наклеенные на столбы были, ну, просто действительно некрасиво смотрится. Есть вот такая практика была. Мы пытались внедрить такую вещь, как антивандальное покрытие, да, но ввиду, скажем так, ее дороговизны и отсутствия финансирования, как бы, да, на данное мероприятие, это одни из причин, да, также в последующем, понимаете, любое антивандальное покрытие можно со временем в любом случае ободрать, испортить и привести его в негодность, да. В прошлом году были окрашены опоры по улице, пересечения улицы Балтахина, улица Коммунистическая, это вот у нас путепровод проходит, да, опоры в районе центрального рынка, опоры моста были окрашены, то есть они, ну, на протяжении где-то полугода находились в таком, скажем так, в первозданном состоянии, но потом все равно пришли в негодность. По причине того, что вот эти вот непорядочные рекламораспространители все равно умудряются его испортить, привести в ненадлежащее состояние и все равно тогда начинает прилипать к нему либо клеем, либо скотчем приклеиваться объявление. Вот возвращаясь к работе ваших коллег в Забайкальской столице, да, в городе Чита, вот в репортаже моей коллеги Анастасии Новгородовой мы посмотрели, что там активно действительно тоже ведут борьбу, но они сделали упор на неправильное написание слов, да, на использование букв латинского, да, обозначения латинского алфавита. Вот в этом отношении, в этом направлении какая-то работа ведется? Ну, данная прерогатива это служба УФАС, прокуратура республики Бурятия там. Но вы же можете как-то рекомендовать сказать, что вы же проводите рейды? Мы можем только, когда мы осуществляем рейды, фиксировать и материалы направлять в органы УФАС либо в органы прокуратуры, то есть чтобы они принимали дальнейшие меры по данным материалам. Ну, вот у вас, как личный житель УЛАНД, не коробит, допустим, название рекламы написано неправильно? Название, допустим, какого-нибудь препарата или... По мере возможности, по мере выявления, если мы встречаем такие вещи, мы сразу напрямую осуществляем, как бы, скажем так, сообщаем рекламному агентству о том, что в том или ином месте что-то выглядит не так. Или что-то вызывающее написано, да? Да, и они, как бы, принимают соответствующие меры уже. Вот как часто такие вот материалы попадают в УФАС от вас? Не часто, практически не попадают, потому что по мере нашего выявления рекламные агентства всегда адекватно реагируют на данные вещи. То есть идут на контакт? Да, обязательно, конечно. Но им самим, как рекламораспространителям, терять свое лицо ни к чему. А то, что, допустим, реклама может быть написана на латинице? Ну, есть закон, да, о национальном языке, да, но мы его, к сожалению или к счастью, я сказать не могу, не курируем данное размещение. И в основном, если у нас государственный язык подразумевается русский и бурятский, да, он подразумевается, ну, в большей части, скажем так, при размещении вывесок. То есть люди, те, которые входят в те или иные учреждения, там, будь правительственные, там, или городские, да, обязательно должна быть вывеска и на бурятском, и на русском языке. Ну, вот кто-то хочет, чтобы и ценники писались на двух языках, наименование предприятий на каждом. Ну, это... Ну, а то, что касаемо коммерческих компаний, это их личная воля, да. Их личная воля, потому что, то есть, захотел написать на латинском алфавите, бога ради, я написал, да, называется. Вот, в продолжении нашего разговора о незаконной рекламе, да, мне кажется, все-таки, вот, незаконная реклама, это прежде всего, ну, вот вы говорите, да, что авось пронесет, да, ваши рейды проводятся очень часто. Но, есть ли, скажем, прогнозы на сокращение вот этой вот незаконной рекламы? Обязательно, конечно, видите. У людей все-таки совесть играет? Мы все-таки потихоньку прививаем культуру размещения наружной рекламы. Это как бы путем выставления данных телефонов на автодозвон, путем привлечения к административной ответственности, путем разъяснительной какой-то работы, да, демонтажом несанкционированной рекламы. Я думаю, все-таки количество несанкционированной рекламы уменьшится, оно увеличивается в тот период, это у нас, как правило, где-то ноябрь, декабрь, январь, февраль месяц, когда мы физически просто не можем осуществлять ежедневный мониторинг, да, обход, там, каких-то территорий города, да, и демонтаж каких-то рекламных конструкций. Сейчас вот в летнее время нам позволяют силы и возможности, и средства, чем мы как бы упорно и занимаемся. Ясно. Спасибо большое, Александр Валерьевич, что пришли, ответили на наши вопросы. Вам спасибо, что пригласили. Удачи вам в борьбе, скажем так, с незаконной рекламой, с незаконной расклейкой объявлений. И, ну, дай бог, чтобы все-таки у тех людей, которые занимаются вот таким и очень красивым делом, все-таки, скажем, совесть проснулась, и они по-другому взглянули на свой родной город, дабы не портить облик родной столицы. Ваши слова, да, несанкционированным расклейщикам в уши. Надеемся, что они дойдут до них, но вот к юбилею 350-летию в следующем году нашей столице хотелось бы, чтобы вот незаконной рекламы было очень мало. Я думаю, мы достигнем поставленных задач и результатов. И думаю, либо перед проведением данных мероприятий праздничных, либо после проведения праздничных мероприятий, ну, мы отчитаемся, я думаю, перед руководством города и перед общественностью и населением города Улан-Удэ. Самое главное, реклама должна быть полезной и эффективной. Согласен. И законной. И законной. Спасибо большое. Это была программа «Спросим прямо». Сегодня мы говорили о рекламе, вернее, о том, чтобы она была регламентируемой и законной, и не портила облик родного Улан-Удэ. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин